Всем привет! Меня зовут Инесса, добро пожаловать на мой канал. Я уже на YouTube примерно полтора года. Это была моя очень давняя мечта, открыть свой канал на YouTube. Четыре года я шла к этой мечте. И наконец-таки, наконец-таки я ее осуществила. Я просмотрела очень много разных видеоблогеров, которые дают очень много классных, крутых советов, как можно развить свой канал. Из каждого блогера я взяла немножко по чуть-чуть. А сейчас я хотела бы вам рассказать то, что я сама усвоила за эти полтора года на YouTube. Первое. Это необходимо делать интересное название видео. При этом название нужно использовать два либо три ключевых слова, которые люди будут искать по поиску, чтобы ваши видео тоже выходили в рекомендованные. Например, как приготовить креветки. Либо как быстро похудеть, либо как сделать новый макияж, либо как сделать вечерний макияж. Вот этот вечерний макияж, это будет ключевое слово, которое вы обязательно должны указывать своим названием. Второй мой совет. Используйте в своих названиях цифры. Именно не черные цифры. А это один, три, пять, семь, девять. Ну и так далее. Например, пять советов, как завязать косынку на голове. Третий мой совет. Когда вы уже загрузили видео на YouTube, то внизу напишите свой самый первый комментарий. Ваши подписчики обязательно прореагируют на него. И тем самым у вас уже начнется какой-то диалог. Чем больше будет комментариев под ваше видео, тем самым вы можете понять, нравится ваше видео или нет. И тем самым, когда YouTube видит, что у вас есть активность, у вас есть комментарии, людям нравится, тем самым активность вашего видео будет повышаться. Ну и это, конечно же, шанс для того, что ваше видео начнет расти и попадет в рекомендованные. Четвертое. Обязательно, конечно, нужно делать оптимизацию видео. Когда мы открываем с вами видео на компьютере, мы под видео видим три строчки. Поэтому в эти три строчки вы должны дать самую интересную, самую актуальную информацию. И обязательно в одну из них вы должны написать «Не забудьте подписаться на мой канал» и оставить ссылку на свой канал. Дальше, когда мы уже полностью открываем описание, в наше описание видео нужно дать тоже очень много интересной и нужной полезной информации. Можно оставлять ссылки на свои интересные видео, либо на какие-то продукты, которыми вы пользуетесь, либо которые вы приобретали на сайтах. Используйте хэштеги. При этом, когда вы делаете описание вашего видео, то необходимо использовать больше вот таких вот ключевых слов, о чем конкретно было ваше видео. Например, я занимаюсь пошивом одежды, поэтому в своем описании видео я буду побольше писать слов в ваших одежды. Тем самым идет очень хорошая оптимизация. Также необходимо обязательно прописывать теги. Теги – это тоже один из ключевых таких вариантов. Когда по поиску, по тегам, очень много людей вас сможет найти. Ну и как бы YouTube будет знать, о чем ваше видео, и будет он уже их точно так же рекомендовать другим людям. Пятый мой совет – это выкладывайте видео два, либо три, либо четыре раза в неделю. Если у вас получается выкладывать видео ежедневно, при этом еще несколько раз в течение суток, то, конечно, это просто похвально, это аплодисменты, потому что это очень большой труд. Но если вы потухли, и вы не хотите больше выкладывать видео на YouTube, вам советую то, что хотя бы один раз в неделю обязательно выкладывайте видео. Потому что если YouTube видит, что вы остановились, и больше нет никакой активности на канале, он вас просто начнет топить, и ваши видео просто не будут выходить в рекомендованных, они не будут выстреливать. Если вы, к примеру, закинете новое видео на YouTube через два, либо через три месяца, то оно не наберет очень много просмотров, и ваши подписчики уже просто-напросто о вас забудут, и людям уже будет просто неинтересно. Поэтому, чтобы поддерживать свою активность на канале, хотя бы один раз в неделю, но обязательно просто выкладывайте видео. Шестой мой совет – делайте видео от пяти до десяти минут. Тем самым, вы самую интересную информацию заложите в эти минуты, и вашему зрителю будет интересно и приятно вас смотреть. Конечно, чем длиннее видео, если видео в 20-30 минут, и если оно очень интересное, то, конечно, люди будут его смотреть. Но если видео даете какую-то размытую информацию, то людям это просто-напросто будет неинтересно, и они переключатся. Когда мы делаем длинные видео, тем самым, конечно, количество просмотров увеличивается, ну и это, конечно, сказывается только плюсом. Но не забывайте, закладывайте туда только самую полезную, самую драгоценную информацию. Седьмой мой совет – это необходимо красиво оформить ваш канал. Красивая должна быть фотография, интересный баннер. Необходимо сделать трейлер вашего канала, чтобы новые люди, когда приходили на ваш канал, они сразу же понимали, о чем ваш канал, что вы здесь рассказываете, что вы здесь показываете. Поэтому я вам советую немножко потратить время на такие вот тонкости, на такие вот мелочи, которые будут очень мне благоприятно сказываться на вашем канале. Девятый мой совет – сделайте порядок на вашем канале, а то есть плейлисты, по которым люди будут уже конкретно знать, ну, куда зайти, в какую папочку открыть, там посмотреть. Вот у меня, написано, на канале есть папка с эскизами, папка по конструированию, болталки есть, про YouTube есть папочка. Девятый мой совет – это заходите на каналы ваших конкурентов. Заходите, пишите там комментарии, желательно, конечно, комментарии выделять черным цветом, а то есть это звездочка, слова, интересный текст, который должен зацепить зрителя, других подписчиков. И в конце обязательно нужно тоже поставить звездочку. В начале и в конце мы ставим звездочку, тем самым у нас текст выделяется жирным шрифтом. Если вы еще поставите какие-то смайлики, то это будет очень круто. Такие комментарии, они просто попадают быстрее на глаза, и человек просто зацепится, и тем самым вы увеличиваете шанс, то что он перейдет с этого канала конкурента на ваш канал. Но если понравится ему ваш канал, то он обязательно, конечно, и подпишется. Десятый мой совет – если вы уже имеете свою аудиторию, если у вас есть какое-то уже определенное количество подписчиков, то я могу вам посоветовать делать коллаборации с другими блогерами, у которых такая же примерно сумма подписчиков, так же, как и у вас. Вот, например, на моем сейчас канале 1960 подписчиков. Таким образом я могу найти такой же маленький канал. Мы можем про друг друга поговорить, и также указать ссылки. Также мы можем указать в конце видео наш значок, то, что можно перейти, подписаться, посмотреть. Ну, очень, конечно, удобно. Я еще, конечно, такого не делала, но со многими блогерами мы это уже обсуждали. Ну, и, может быть, в ближайшее время я тоже когда-нибудь это сделаю. Одиннадцатый мой совет – то, что я вам советую завести фейковые аккаунты на YouTube. Для чего они нужны? Вы можете писать сами себе под ваши видеокомментарии. Это очень классно и очень круто, потому что тем самым вы понимаете активность вашего видео, и YouTube видит то, что есть активность, и опять он будет вас продвигать. Вот, таким образом, еще с фейковых аккаунтов вы можете заходить на другие видео и приглашать других людей, чтобы они перешли на ваш канал. Я пару раз этим пользовалась, ну, иногда ко мне заходили таким образом, и я могу сказать, что это работает. Двенадцатое – как бы это ни звучало немножко глупо, то, что блогеры в каждом видео просят подписаться. Зачем это делают? Потому что многие люди, посмотрев видео, они просто-напросто, ну, забывают подписаться, да кто-то до сих пор еще не знает, как это делается. Многие даже не знают, что колокольчик можно включить. Поэтому, ну, в каждом своем видео можно призывать людей подписываться. Конечно, не делать это как-то так настойчиво, как-то так назойливо, но по-дружески, как-то вот по-доброму можно в конце видео попросить человека подписаться. Но вообще говорят, что лучше всего просить подписаться в начале видео, потому что многие зрители не доходят просто до конца видео. Тринадцатое. Если вы решили заниматься блогингом вплотную, я вам советую установить такую программу, как Вид.IQ. Он помогает заходить на другие каналы и смотреть, как другие люди прописали теги. Это очень интересная, очень полезная штука. В начале своего пути я пользовалась этим. Ну и вообще, как бы, знаете, это очень интересно заглянуть вот так вот на другой канал, там по ширму, кто там что прописал в тегах. И вот эта вот программа, она очень помогает, поэтому я вам советую ее скачать. Четырнадцатый мой совет, это начинайте делать какие-то стримы, делайте их очень веселыми, давайте интересную, полезную информацию. Я уже, ну, примерно месяца три-четыре я думаю о том, что я хочу провести свой стрим. Хочу вживую вот так вот пообщаться со своими подписчиками, которые уже стали для меня, ну, как семья, какие-то друзья. Если вам это интересно, то давайте это обсудим. Я только за... и мой совет, это не отпускайте руки. Как бы ни казалось, что YouTube это уже такая занятая платформа, и то, что новым каналам очень тяжело будет развиться, я вам хочу пожелать, то, что не отпускайте руки, мечтайте, творите, идите вперед, как бы если получилось у других ребят, то, конечно, и у вас получится. Просто нужно верить. И вообще говоря, то, что развить свой канал, на это примерно уходит полтора-два года. Я сейчас уже полтора года на YouTube, и, конечно, я могу заметить, то, что в каких-то темах, да, у меня уже есть такие интересные, хорошее количество просмотров, и YouTube уже меня рекомендует, я это, ну, чувствую, я это замечаю. Если у вас есть какие-то ваши фишки, которые я, допустим, не указала здесь, то давайте напишите мне внизу под комментариями, потому что я знаю, что у меня очень много блогеров, каналов на меня подписаны, которые следят за мной. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения, и всем пока-пока! А, ну да, если ты еще не подписан на мой канал, то не забудь, пожалуйста, подписаться. Субтитры сделал DimaTorzok